Ой, жертв будет сколько! Жители дома по проспекту Энглиса 113 уже готовятся к худшему. Они уверены, еще одной перепланировки их старый корабль не вынесет. И чтобы выразить недовольство, пришлось выйти на улицу. Причина волнения – вот эта квартира на первом этаже. Ее владелец затеял перепланировку, чтобы открыть очередной магазин. Помещение из жилого в нежилой фонд он уже перевел. Все бумаги собрал, осталось разрушить стены. Вообще, кто в жилом доме разрешает ломать стены? Вот это вот меня интересует. Кто разрешил? Почему разрешает администрация переводить нежилое помещение без собственника в дом? Администрация района, кстати, не заставила себя долго ждать. На встречу с жителями пришел замглавы. Собственники квартир сразу же позвали его в гости вместе с журналистами. У Галины Васильевны в комнате уже обои отваливаются. А у пенсионерки Зинаиды Жирник вообще на днях выбила дверь. Все это уверены жильцы. Последствия перепланировки. В субботу у меня вдруг получился такой треск. Видите, вот все. И вот это все отсюда вырвало. В администрации не отрицают. Нарушения со стороны владельца нехорошей квартиры на первом этаже есть. Ему уже вручили предписание. До 1 мая все недочеты исправить. В противном случае решать все вопросы придется в суде. Проверка эта выявила, что имеется отклонение. Там перегородки внутриквартирные имеют определенные размеры. Вот эти размеры нарушены. То есть снесено большая часть перегородки, нежели это было предусмотрено проектом. Но жителей дома такая развязка не устроила. Они вообще не хотят соседства с очередным магазином. Их и так в округе хватает. Собственники уверяют, никакого собрания не было. И владелец перевел квартиру в нежилой фонд незаконно. Но как по волшебству председатель ТСЖ, которая и должна была подписывать разрешение, потерялась в больничных коридорах. Кто прав, а кто лукавит, теперь не ясно. Все жители были бы против. Никакого собрания не было. Это просто преступление. У нас рядом большой торговый центр. Там полно пустых мест. Понимаете, а вот это вот, простите, мы теперь как Шанхай. Посмотрите вот эти все первые этажи, где вот эти бесконечные надписи. Если перепланировки в нежилых помещениях хоть как-то контролируются районными межведомственными комиссиями, то что творится со стенами в обычных квартирах, неизвестно никому. Марина, свою фамилию женщина просила не называть, снесла стену между кухней и комнатой без всяких согласований. Была квартира двухкомнатная, стала однокомнатная. А как такой дизайнерский порыв отразился на здоровье Хрущевки, хозяйка квартиры, конечно, не задумывалась. Это заняло бы какую-то сумму денег, поскольку я знаю, что без взяток я бы это гадание делала. Поэтому я решила просто снести стену. Но строители пришли, спросили, посмотрели, несущая она или нет. Она оказалась не несущей, и мне за день все снесли. Если бы Марина решила все сделать по закону, примерно 5 тысяч и 10 дней ей бы пришлось потратить на проект. Еще до 45 дней на согласование, и неизвестно, сколько денег на лицензированных рабочих. Поэтому по традиции русский человек, надеясь на авось, экономит на безопасности своей и своих соседей. Виктория Жюрик, Евгений Богатов и Кирилл Краснов. Петербургская неделя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова